Чего стоит только принцип, согласно которому отношения с Россией будут нормализованы, как только Россия выполнит минские договоренности. А параллельно президент Зеленский говорит, мне не нравятся минские договоренности, но придется их сохранить, потому что это позволит сохранить санкции против России. И вот эта вот ловушка, в которую Евросоюз сам себя загнал, она, конечно, весьма показательна. Наши вопросы к Берлину, Парижу, как с автором минских договоренностей в нормандском формате, что они думают по поводу таких заявлений президента Украины, что надо эти минские договоренности сохранить только потому, что они позволяют продолжать санкции против России, остаются без ответа. Я понимаю, почему, потому что здесь для любого маломальски вменяемого человека понятно, что это абсолютно искусственное условие, которое было включено в пять принципов Федерики Маггерини, наверное, как цена за то, что где-то там тоже сказано, что Евросоюз готов на выборочное сотрудничество с Российской Федерацией. Поэтому я бы не стал изобретать какие-то наши встречные принципы, а предложил бы все-таки опираться на международное право, на нормы и принципы Устава ООН, на нормы и принципы Хельсинского заключительного акта и других документов ОБСЕ, принятых на высшем уровне, которые включают и уважение суверенитета и территориальной целостности, и невмешательство во внутренние дела друг друга, и, что немаловажно, обеспечение свободного доступа к информации, чего мы сейчас не наблюдаем в стороне наших западных коллег, и многое другое, включая равноправный диалог, взаимное уважение и поиск баланса интересов. Вот я не знаю, можно их пронумеровать, эти вещи, но от этого ничего не изменится. Они лежат в основе любого диалога, который нацелен на результат, а не извлечение каких-то геополитических преимуществ и выгод. Вот насчет, да, и, конечно, необходима взаимность, поэтому, когда вы вспомнили пословицу советскую о том, что у вас негров линчуют, здесь дело не в этом, это просто остроумное препарирование принципа взаимности, по-моему. И если мы так озабочены о правах человека, об обращении с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть и на те картинки, которые вот мы передавали нашим шведским коллегам сегодня, накануне визита передали в Брюссель, там посмотрите их, там видно, как, например, в Америке джип полицейский переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов. И многое другое очень интересное. Ну, уже обошедший весь мир кадр, когда из Бронсбойта молодую женщину в Италии швыряют этой струей воды на стену, она вся в крови, потом уходит оттуда. Ничего близкого не было у нас. В России полицейские во время последних демонстраций многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ примяли демонстранты против полиции. И если уж мы так озабочены всем тем, что происходит в сфере обеспечения прав на свободу слова и свободу выражения мнения, Ну вот, я вчера тоже с Тони Блинкиным разговаривал. Он затронул ситуацию вокруг Навального и демонстрантов. Я поинтересовался, нет ли какой-то информации, которая позволила бы понять, где содержатся те, кого задержали во время событий в Капитолии. Их по некоторым данным где-то 400 человек. Несколько десятков из них обвиняются в нападении на полицию. По американским законам это от 1 до 20 лет лишения свободы. Фактов нападения на полицию в России во время последних демонстраций множество. Они все задокументированы, по ним идет соответствующая работа. Поэтому это не с точки зрения негров. Мы и в Европе находим многочисленные ситуации, когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения. Вот я без всяких обид привлек внимание к тому, что никогда не было в наших публичных заявлениях упомянуто. Но вот история с тремя заключенными, по-моему, которые в Испании были осуждены на 10 и больше лет за организацию референдума в Каталонии. Кстати, в провоцировании которого нас обвиняли. Без единого доказательства. И я вспомнил об этом в связи с тем, что наш суд был обвинен в принятии политизированного решения. Но по поводу тех трех каталонцев судебные власти Германии и Бельгии обращались к испанскому руководству с призывом отменить политизированные приговоры, принятые по политическим мотивам. Испанские власти ответили, вы знаете, у нас есть наша судебная система. И даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах по нашим законам. Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности. Ну и говоря про транспарентность, которую мы очень хотим в наших отношениях, мы сегодня просто увязли в теме, которую почему-то Запад сейчас пытается отодвинуть на второй план. Я, концентрируя все внимание на протестах и демонстрациях в Российской Федерации, я имею в виду тему установления истины в отношении того, что случилось с Навальным и когда и где это случилось. Я многократно об этом говорил. Не нашли врачи, гражданские врачи ни России, ни Германии. Не нашли они там того, что, как говорят, все-таки было направлено в его организм. Обнаружили это только немецкие военные врачи. Это о многом говорит. И многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов, ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставших уже таким ручным и послушным технический секретарь Организации по запрещению химического оружия нам не дают ответов. Просто не дают. Вы все сами знаете. Но это же невежливо, мягко говоря. И такая арогантность со стороны культурной Европы, мне кажется, абсолютно неприемлема и категорически недопустима. Но если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинение в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Поэтому мы за честность, за транспарентность не будем эти принципы пересчитывать. Здесь арифметический подход не нужен. Я думаю, мы все понимаем, о чем мы говорим. Мы не будем много комментировать. Я имею в виду Навального, демонстрации, протесты и, главное, двойные стандарты. В том, как освещаются эти вещи средствами массовой информации, когда что-то происходит в России и что-то происходит на Западе. В России показывают, как правило, из России западные СМИ показывают, как полиция реагирует, не показывая, на что она реагирует. А когда показывают западные события, там в основном бесчинство демонстрантов. Но еще раз, мы за то, чтобы двойных стандартов в этой области не было. И мне кажется, нас начинают слышать, но солидарные коллективные позиции Евросоюза в пользу того, что никаких мы вам фактов не предъявим. Я понимаю, что это позиции Берлина. Они так решили с самого начала, они это объявили всем. И также Франция, Швеция вслед за этим последовали. Поэтому, учитывая принцип солидарности в Евросоюзе, я не удивляюсь этой позиции. Но я уверен, что нелепость такого подхода, нелепость такой позиции, прекрасно понимают большинство политиков в Европе, это очевидная вещь. Если хотя бы быть, знаете, уважительным по отношению к международному праву, римское право, которое во многом сейчас сохраняется в Европе и применяется на практике, оно гласит, бремя доказательства лежит на обвинителе. Вот ровно этого мы и просим, больше ничего. Насчет санкций, вы упомянули, я тоже два слова скажу. Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского Союза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. И мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером. По крайней мере, на данном этапе надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы.